обслужил вилку эпиксон ход 140 выставлен тут вот шток негативных пружин их две толстая тонкая так это топ кэп это поршень воздушный в общем тут хода такие 80 100 120 130 140 стоит на 140 чернь говорят из этого идет на это масло но идет она конечно вот она ну такая славяло она идет если честно идет от тут этого трения здесь вот по не анодированному штоку можно его отнести конечно там на анодировку сказали мне 200 рублей это стоит эту палку для анодировать не хочу заморачиваться узнает куда ехать картридж сверленный изначально перевел конечно на жидком масле вот оно оригинальное масло так выглядит то есть она не блещет белизной какой-то и вот вытекло примерно такое же ну с потемнениями естественно так как бы на просвет его ну вот что-то вот в таком духе тут конечно вспышка светит она все засияло но не такое стоит когда вот видно что это масло что-то вот примерно одинаковые куда если поднести тоже сиять начинает так вот тут на ногах но ноги идеальном состоянии все никаких проблем вообще ни одного просветления ни одной миль малейшей даже царапки нет все вот это вот что видно тут на камере это пыль максимально идеально ничего не происходит нижний вот тут вот на каждом на конце каждой ноги вот эти ребристости здесь они и здесь ну и короче я переживал что будет цеплять там бушинг нижний нет бушинг нижний находится выше этих ребристостей приходит 140 вот прям вот прям над ними и никак не может нога вылезти дальше и мешают болты штанах так все сверху это вот масляная то что где как шприц этот где демпфер стоит отскока лакировки а тут поршин воздушный возит так наклейка вот она отклеилась из-за жидкого масла вот такая я очистил клей еще с корпуса вот сюда одевала ринг на нижний болт одевал о ринг на один там где аскок регулируется не одевал ничего не течет вообще все зашибись вот поролоновые кольца пропитаны красным маслом он она красное масло там на дне вот тут вот от воздушной пружины из этой негативки да в штанине воздушной пружины конечно масло потемнее но самая чернь находится в демпфере но она не попадает туда особо судя по этому кольцу да и вообще с воздушной ноги вылилось более темное масло а вот стало вот тут такими разводами неоднородными это отсюда уже я сам нажмакал выдавил то есть он вообще пустой теперь вообще ничего и наполняю его так вот так закрывают одеваю в рюмку погружаю полностью и как шприцом жить набираю переворачиваю воздух поднимается вверх его выгоняю опять в рюмку и набираю вот так пока воздух не закончится в общем как только я пытаюсь выдавить воздух а уже идет не воздуха масло тогда и картридж полный вот эту вот дырку я ее проковырял отверткой короче и и как бы особо там и нету она вон она где вот только чуть-чуть там как бы от приоткрыта дверца назову это так то есть с этой стороны даже не приоткрыта и вот с нее вот так сикость-накость криво сантиметров 20 как с инсулинового шприца струйка такая тонюсенькая но напором идет таким черного когда служивание ну в общем чё суда термоусадочное кольцо сейчас кинул и заплавлю не ставил до этого не было ездил с дыркой без локаута сейчас термоусадку сюда можно изолентой мотнуть что угодно можно сделать локаут вернется на место но мне принципе этот локаут не нужен не качеством не работает он работает но тогда масло сифонит отсюда такое не очень хорошее масло получается в конце но там ничего не она дина стальной шток в этот в общую ванну короче типа открытая ванна сейчас поставлю термоусадку закупорю эту трещинку и все это я отверткой ковырял 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 пока струйка не пошла а только пошла я сразу остановился соответственно настоящая дыра тут неполноценная отверстие не получилось скажем так увилки алюминиевый шток алюминиевые ноги корона алюминиевая горе штаны магниево алюминиевые бушинги стальные металл тефлоном и верхний и нижний поролоновые кольца ну и плюс теперь еще нажимка масла масло это сама замес двух матюля вилочных medium и light одного чуть-чуть туда долито honda df dv atf dv1 декстрон него им заполняют демпфер и что-то там я еще туда домешивал ну в общем такое оно тягучее такое масло ну прикольно для вилки мне охрененно нравится как она работает ну и видно что вниз она никуда не утекает хотя я и велик их ногами храню а по негативке ну да чё трубку анодировать по-хорошему надо наверное чтобы меньше черни было но она во время обслуживать пока чем в по качеству по состоянию ноги и нужно сразу сказать что нога как как вот как она была в первый день когда куплено ее сразу вскрыл того нулевое сделал сразу ход 140 вместо 100 поставил так она и осталась в идеале сейчас вернул локаут путем просто возьму термоусадку обрежу вот такое кольцо одену сюда и заплавлю там такая ну в эту струю вот так пальцем еле-еле вот так даже вот так за прикоснешься все она не ничего не может сделать нету то есть термоусадка будет я мог это этой наклейкой даже заклеить облака у ну понятно когда локаут если долбит прям там что-то будет пытаться но тут такое отверстие что особо ты ничего не сделаешь а термоусадка у меня такая грубая огромная так сейчас все выглядит валяется в общем вот такое вот короче что основная пассуна основной посыл на жидкое масло обязательно переводите гораздо лучше работает но нет ну как переводить я все-таки бушенки смазываю кости стенкой я мажу нести о аж гриз 22 намазываю бушенки промазывают здесь резинки немного снизу на кольца стараюсь не попадать ну и все не ну и резьбы все там какие-то мелкие вот эти вот моменты и вот эти пружины две тут негативные пружины 2 тонкая и толстая поршень промажу над поршнем масло заливаю в общем короче вход 140 бояться не надо нижний бушинг находится выше этих вот штучек ребристостей ничего не цепляет всегда выше либо выше либо намного выше и никакого там вот этого перегибного люфта большого не ну есть какая-то микро микро люфт мы хер бы с ним это ну и он да не заметные особо смысле особо если только проверять он еле заметно если не проверять его в общении это ну он напоминает чем-то люфт рулевых не дотянутых в общем вот так ладно смело можете спереть пиновать на 140 ход заливать жидкое масло и пользоваться вилка работать охренеть охренительно очень сильно доволен и я его своевременно всегда этого делал но перед вот этим того перед сверлением что там она у меня по-моему походила в плохую погоду попадала даже снег может быть был в общем виды повидала и ничего нет не умерла не загрязнилась и не испортилась во время туда полез в принципе еще масло даже можно было дальше ездить но не хочу как заканчивается резьба в каждой трубе утолщение идет интересно дело но по-моему об этом где-то я видел люфт псков кажется говорить тут я еще резинку добавил кайф 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 кай